В Африке там вообще круглый год выезд, там сезон дождей, но это лето. Но есть период выпусков, и люди хотят отдыхать. И я нередко слышал, что люди духовно устают. Ну, в принципе, и сами. Почему? Потому что служителям тоже служат моральные, феологические силы, напряжение. И кто-то проводил, я не помню, какую-то статистику и сказали, что одна из самых стрессовых работ – это работа служителям. Еще потому что часто к Богу и к служителю люди приходят не когда у них хорошо, а когда они сходят в какую-то проблему. Вот. И можно услышать от верующих, что они духовно устают. Но иногда бывает, и понятно, что иногда человеку нужно сделать отдых, отдохнуть. Но иногда это растягивается на очень длительное время, так называемый отпуск. А, ну, из примеров, уже давно я знаю, что в Швеции есть церкви, которые на лето закрываются. Вот люди ушли в отпуска, и церковь закрылась. И представляете, то есть Бог говорит, вот у вас есть четвертая заповедь, но если у вас отпуск, то вы можете ее, в принципе, не исполнять. На самом деле это неправильно. Написано, что Ишуа, он ежегодно, и каждую субботу, он по мгновению приходил на шаббат. Тоже делал одну столбую и так далее. И существует проблема с таким вот отдыхом. Люди начали, как бы, духовно отдыхать. Какой-то еще противодеколава. Вот. И к чему приводит отдых? Урпус. В большинстве европейских стран, вообще городов, трудно представить без церковных зданий. Начиная где-то в 500-600 лет, очень много церковных зданий. К многим они относятся как к историческим памятникам. И присутствие какой-либо религиозной организации в стране определяется, в том числе, количеством ее бытовых сооружений. И если взять современную Европу, я тут, кстати, беру статистику, она какая-то в пятилетней давности. То есть сейчас, мы тут, я тут приведу, то есть сейчас намного-намного хуже. Но, растут, например, в Европе сейчас, в основном, дома-малетки, как вы думаете, кого, какой конфессии? Катурик. Нет. Катурик. Катурик. Нет. Мечети. 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 И очень много мечетей. А у нас, кстати, тоже масса церквей заброшенных, если у нас проехать по России, проехать или в Европе. Это кадры с интернета, они есть, в общем, массы и полно. И вот знаете, вот это, с чем он связан, я считаю, люди стали хорошо жить, у них нету глобальных проблем. И люди постепенно стали отходить от Бога, знаете, то есть все хорошо, как было, помните, история с Израилем. Все было хорошо, и постепенно, постепенно их начали завлекать что-то другое, кроме Бога. Открыть следующую, пожалуйста. Ну, это тоже реальные снимки, то есть вместо церквей здания, опять-таки, много исторических зданий, и за рубежом, если церковь государственная, то есть ее спонсируют государства. Например, в Англии, там, только на то, чтобы содержать здание, тратится больше 160 миллионов фунтов стерлингов в год, это огромная сумма. И государство видит, что люди не приходят, церковь закрывается, либо, чтобы ее не закрывать, а поддерживать в каком-то соотношении, в каком-то состоянии их отдают. Например, вот здесь, на месте церкви, океанографический музей. Да, вот, здесь тут написано следующее. Ресторан и картель-бар. Кстати, в одной из стран вместо церкви открыли бары и название, вы знаете, какие названия? Грех. Была церковь, ну, реально такие. И вот открывают, представляете, сразу говорят, что тут люди молились, а сейчас они тут развлекаются. Следующее. Скалолазный центр открыли вместо церкви. То есть это реально, вот, написано, да, бывшая церковь Святого Петра в Германии. Следующее. Жилой дом. Цюбинген. Вот, представляете, была церковь, стала живым домом. Библиотеки, музеи открываются. Следующее. Да? Вот. И Европа, карты Европы, я не открыл. И производилась, опять-таки, статистика, производилась исследования различными институтами по поводу именно веры, по поводу людей, которые приходят, посещают церкви. И, опять-таки, эта статистика уже такая, она немного устаревшая, но, в принципе, я говорю, что ничего не изменилось в лучшую сторону. А наоборот, стало хуже. В Лондоне, начиная с 2001-го года, закрылось около 500 церквей разных конфессий. То есть никакой толпы. Они закрываются все. По сведениям разных СМИ, в год закрывается порядка 20 церквей. И согласно организации Христиан РИЧ, РЕСЕРШ, в 2020 году в Англии был закрыт еще 4 тысячи церквей. И на данный момент, ну, не на данный момент, опять-таки, когда был этот вопрос, посещают в среднем англиканские церкви порядка 760 тысяч человек. Это составляет, открою, пожалуйста, менее 2% населения Великобритании. Всего лишь 2% посещают, ну, а в Великобритании основная церковь, это англиканская, посещают, вот, всего лишь 2%. Ну, прибавьте еще протестантские, еще какие-нибудь, ну, еще процентик будет от всей Англии. Но число мусульманцев вообще, и мечети там растет. И по сведениям Телеграмм, половина прихода в церкви Англии собирают в воскресные дни не более 20 человек. А около четверти сельских церквей, это примерно 2000 евангелий, на счету длиннее 10 прихожан. Больше 2000 церквей, 10 меньше 10 прихожан. Вот, представьте, что творится. Вот такие вот отпуска происходят за рубежом. В Германии с 90 по 2010 год было закрыто 340 церквей. И многие здания, как это с Евангелия, в Германии, то есть превращались на залы, часть в мечети, в бары и так далее. И тоже некоторые общины на счету длиннее 10 человек. Среднее количество граждан в Германии, посещающих церкви хотя бы раз в неделю, составляют лишь 13%. Но опять-таки это были цифры где-то 5-летней давности. То же самое происходит в Нидерландах. И сообщили, что где-то в течение 4-х лет придется закрыть, это когда было, около 700 протестантских церквей в Голландии. 700 церквей. В 2025 году то же самое там католические, начали к 2020 закроются треть католических, а к 2025 оставятся вовсе две трети. На место приходит лишь 5-6% всех католиков. Или посещают христианские церкви, откройте, пожалуйста, лишь 10% всех граждан Голландии. Вот вам протестантская Европа. В Бельгии, откройте, пожалуйста, Бельгия, только 5% присутствуют на воскресной службе в Бельгии. То же самое в Дании. Церкви посещают порядка 2-4% граждан. И в Швеции вообще один мастер сказал, что нужно избавляться от церквей, которые загощают бюджеты страны. А там тоже тратят на поддержание храма более 50 миллионов евро. И был случай, когда церковное здание продали за одну крону. Не знаю, сколько это долларов, но это, наверное, вообще копейки. Вот. Число постоянных прихожан в Швеции лишь 2%. Но Швеция, то же самое Норвегия, пишет, что из трех тысяч церквей можно посетить только 1200. Остальные закрыты из-за отсутствия людей и технической безопасности. Вот что происходит в Европе. И я назвал страны, которые в принципе Германия, Норвегия, Швеция, Дания. Это самые страны с высоким рейтингом жизни людей. С высоким рейтингом жизни людей. У нас ездили в том году, кажется, с Минской общины, заезжали в Швецию. И говорят, там даже рыбу нельзя ловить. Ну, не знаю, что они, говорят, тут смотришь, в речке такие вот плавают рыбки. Люди улыбаются, дороги идеальные и так далее. Города, говорят, дома такие старинные. Все красиво, все живут счастливой жизнью. Но, Богу, вот такой вот у них отпуск. Заняли таким отпуском и, вы знаете, у нас ситуация тоже, как бы, не стремится к... Я рекомендую путешествовать сюда, в Беларусью. В Твое. Ну, и на стране, Европа. Ну, путешествуют они, может, ради того, чтобы попутешествовать, они посещают где-то церковь, путешествуют, чтобы прийти к Господу. Похожая ситуация была когда-то в Иерусалиме. Иерусалиме пишет, откройте, пожалуйста. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разметайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил вы и ушел, а им, хотя говорят о них, жив Господь, но клянутся ложным. Такая ситуация происходила, помните, перед падением. И написано, что там женщины были, которые жили в такой роскоши, в те времена, что они даже, написано, многих не ступали на землю. Вот. Многие не ступали на землю, то есть они их насилие, не знаю, что там с ними происходило, и так далее. Иеремия был послан, и он среди три царя, или четыре царства, царям было, да, и он во время их царского срока говорил о том, что ждет Иерусалим, о том, что ожидает иудеев. Северное царство тогда уже было захвачено сирийцами, введено в плен 10 колен. И они говорили тоже, дожил Господь, а там пророки клятся к бастерам. И сейчас такое происходит, и это можно видеть, когда люди избирают себе учителей. Ну, такая тенденция, например, из пастына в Америке, там пастыря разбираются, они на зарплате. Если иногда бывает так, что пастыр что-то начинает говорить о грехах в церкви, если там такие происходят, то его просто говорят, либо ты закроешь рот, либо мы тебя просто уберем. Потому что мы тебя содержим, как бы, да, церковный совет. И таких случаев вагона маленькая тележка происходила и так далее. То есть нельзя с капелью рассказать, что домосексуализм – это грех и так далее, и тому подобное. То есть это происходит. И есть масса сейчас учений, которые льстят к людям, и люди отвращаются от живого Бога. Люди отвращаются от живого Бога. И на самом деле люди, да, в принципе, любой человек, его греховная природа, она что еще? Как бы сделать побыстрее, чтобы это было полегче и побольше себе врубаться. Но такое в жизни бывает, как вы думаете? Побыстрее, полегче. Бывает? Бывает. Бывает. На самом деле бывает. И даже Господь делает некоторые чудеса, крайне многие чудеса, когда человек сильно не напрягается, и что-то в его жизни происходит. Но чаще всего все-таки жизнь верующего, она состоит из, знаете, помните, Ишуа, из селя, на что он говорил дальше? Идеи не греши. Идеи не греши. То есть, да, я тебя исцелил, ничего ты не предлагал, помните, это женщина тоже, которая там все имение истратила, только к цициту прикоснуться, да, и получил исцеление. Но в то же самое время она должна была идти, если бы ей не грешить. Поэтому бывают такие случаи, но очень часто, в основном, потом жизнь состоит из трудной работы. Например, очень, открою там следующее. Очень годно служение гиперблагодати. Гиперблагодати. Что это значит? То есть, делаешь окошку, но ты меня не трожь. Да, и Бог тебя и такого любит. И многие люди, то есть, учителя учат, ну, тебя не торгнуло, не вставило, но есть даже такой стенд у христиан, знаете, как наркоманов, то есть, они почти не пробежали мурашки. Бог тебя не поднял, как он поминул сегодня утром, значит, можешь поспать и не прийти на шаббат. Бог тебя не посещает, служение какое-то тебе не тянет, значит, не делает, пусть оно тихонько загнивает. И вот люди, какие-то, знаете, они становятся вот как в чем-то, в таком не очень хорошем понимании, как дети. Мне это не надо, я это делать не буду. Ну, и без меня справиться. Меня Бог мне не остинило, а видение, если не зашло вдохновение, я этого не буду делать. Я приводил такой пример, когда ребенок говорит, я не хочу. Я говорю, представляете, вы пришли в столовую, а вам, по-моему, говорят, да мы не хотим готовить. Да, что вы будете есть? Вы пришли в автобус, сели, а водитель говорит, да я не хочу ехать. Ну, что вы мне сделаете, да? То есть не хочу. И вот бывает так, что люди вот это гиберблагодать учат так к тому, что ты можешь сделать все, что хочешь, а можешь и не делать все, что ты хочешь. Бог тебя любит и такого. И я хочу сказать, масса-масса людей сидят на таких вот, им говорят, стилы слова, и он говорит, я что-то чувствую, у меня что-то нет, хорошо ты чувствуешь, вот не надо это делать. И так далее. То есть люди не ищут воли Божьей, да, как молитва, да будет воля твоя. Мне вчера понравился, вышел пастор из Добрыша, и он рассказал, да, он рассказал, мне с написания прочитал, а он говорит, что в церквях у верующих, у него там уже долгий христианский путь, да, он долгий пастор. И он говорит, что одна проблема у верующих, они не хотят жить, как говорит Господь, а живут так, как они хотят. То есть он видит, ну, прожил больше жизни, больше пастора, на самом деле, то есть он сделал такой вывод, он говорит, люди верующие живут, как они хотят жить. И поэтому они избирают вот этих учителей, которые говорят, присяты, и они ничего не делают. Ну, учителя же эти тоже, они просто так говорят, они говорят, на наш счет, пожалуйста, пришлите, мы вам расскажем очередную сказку, как мы поднимем о построении и так далее. Вот. Поэтому это одна из проблем. И эти учения, они популярны. Следующее, это учения о преуспевании. Как стать богатым, финансовая грамотность и так далее. Есть какие-то адекватные книжки, которые учат просто, я знаю, некоторые есть, их меньшинство, но они учат, например, как там правильно откладывать финансы, как там жить и так далее, и так далее, и так далее. То есть как распределять бюджет. Это нормальные, адекватные книги, их иногда надо почитывать. Ну, я не знаю, в наших реалиях, как можно откладывать, я не знаю, например. Вот, я говорю, по себе, по своей семье, да. У нас не получается, может, надо как-то. Вот. Ну, в принципе, это нормальные вещи. Но с большего не учат так. Учат, как стать, как не успевать. Вот сиди на диване, провозглашай, ничего не делай, ты будешь успешен. И ты будешь успешен. И на самом деле, вот эти служители, которые этому учат, они богатые. Кроме шуток, а те, которые вот говорят, как стать богатыми, они сами богатые. Почему? Потому что они выпускают книжечки, они собирают платные семинары, рассказывают, как стать богатыми. Вот они на этих людях, которые развесили уши, они приходят, и они на них получают огромные суммы. И, опять-таки, халява, она всегда была, есть и будет. И масса людей, которые ведутся на халяву. Даже вот у нас на презентации зовут ради чего? Ради халявы я там ко мне в семье пришел. Она говорит, сабирина, этот самый, мангал. Вот мы были на какой-то презентации, дали мангал, а в нем три стороны. Я говорю, не знаю, как. Четырехсторонний мангал, садись, трехсторонний. Они говорят, что-то не дали, хотя все упаковано. Ну, как будто брак они купили, и людям дают. Придите, послушайте, мы вам что-то встречаем, а вот вам мангал. Трехсторонний. Трехсторонний, они приходят, трехсторонний соберется, что-то не можем собраться. И тут три стороны, четвертый, не хватает, не соберется. Вот, и на самом деле, вот таких людей, опять-таки, полно, полно учителей, которые говорят, и уже столько, знаете, разоблачающих было сюжетов, когда люди шлют, ну, им говорят, с телевизора, там, каналы есть, или с каких-то, они говорят, вышлите нам только поддержите наше служение, мы за вас помолимся, у вас все будет. И люди наивные шлют кучу денег, на самом деле. И потом показывают, какая целая стоит, большая урна, большая урна, им не лежат конверты, распечатанные с этими молитвами, а деньги, соответственно, вытянуты. Вот, и люди думают, что вот этот человек, который рассказывает, он живет богато, он тоже самое по его молитве, что-то будет. Но есть хорошая поговорка, без труда не вытянешь. И Бог, масса-масса примеров, где Он говорит, что нужно трудиться, трудящихся, достроить пропитание. Это не значит, что Бог не может благословить. Ну, вот у нас в семье было раза три таких достаточно больших благословений. Раза три точно было. Последнее было, нас благословили, мы сделали крышу себе. Вот, нас благословили. Ну, опять-таки, мы не надеялись, нас благословили просто случайно. Нас благословили случайным образом. То есть, мы не жили, мы не готовились, мы не искали. Ну, и Бог расположил в сердца людей. Вот, и такое может происходить. Но, опять-таки, когда говорят, то есть человек может быть богатым, а может быть и бедным. Верующий человек одни есть верующие богатые, другие есть верующие бедные. В силу разных причин обстоятельств Божьей воли и так далее. Поэтому это может быть по-разному. И когда люди говорят, что если ты не богатый, ты не успешный, и вообще непонятно, в какого Бога веруешь, чтобы я провозгласил им деньги по себе великой, ну, это заблуждение, и многие отведутся на это. И если так послушать таких людей, то самые богатые получаются неверующие люди, потому что у них вообще большинство из них все деньги верят. Вот, и поэтому есть такая проблема. И вот люди, которые, ну, опять-таки, грехотная человеческая натура, и вот эти учителя, лжеучителя, они за вот эти стронки души, знаете, плохой человеческой натуры двигают, и люди начинают в это верить, лежат на диване. Помню, как не приходила, у них вся квартира отклеена была финансовым преуспеванием, до сих пор они не преуспевают, но зато была, знаете, вся квартира и долгое веселье, что-то только не было. Вот, и шапки стояли, и чего только нету, но не полночитается, да. А вообще, если почитать Писание, если интересно, и Гекклесиаста, и Иов, и Псалмат, говорится, да, вообще интересно там, кажется, Гекклесиаста, что там бородим, чтобы они пожили, как бы насладились этой жизнью, а потом они идут в ад. Вот там, кажется, Гекклесиаста там есть. А об этом рассказывается, он говорит, что они пожили, и как бы это дар от Бога, что, ну, они идут в ад. И они что-то ухватили. Вы знаете, многие люди меняют, ну, вот если такое сравнение, ну, не очень много, как сравнение, если взять год и секунду. И вот многие люди, они хотят прожить секунду, и хорошо, а год потом жить плохо. Вот если взять секунду хорошо, а год в боли. Что выберет человек? Конечно же, лучше человек выберет год прожить. Хорошо, чем секунду, а на секунду плохо. А многие знают, что жизнь, они меняют, меняют нашу жизнь, которая как прах, как деться, вот эту жизнь меняет на богатство, чем вечность, ну, то есть разменивается, знаете. И на самом деле, вот такая проблема существует, и мне кажется, она будет всегда. Почему? Потому что люди все-таки падают на халяву, и вот эти, вот же учителя, они вот, знаете, вот этими струнками, тянут за эти струнки, мошенники, мошенники, духовные. И используют верующих. Вот, и люди, они, ну, попадаются на эту удочку, они хотят, конечно, не видят, им рассказывают какую-то сказку, они хотят верить в эту сказку, и они, соответственно, потом так живут. И такая проблема. У них получается, знаете, вроде он верующий, но, по сути, ничего не делает, а только верит, да, вот дела нет. Поэтому такая вот есть проблема о преуспевании, и до сих пор, как бы уже, кстати, что самое интересное, все вот эти учителя, преуспевания, пропаганники преуспевания, всех давно разоблачили. Показали кучу роликов, показали, как они живут, показали, как они наживаются, показали, как они обманывают. Но эти пропаганники просветают и до сих пор приезжают, на них собираются, ходят толпы, и так и так продолжаются. Мы не знаем, почему это происходит, но это есть. И откройте следующее, пожалуйста, как мне... Не, назад. Вот так. Следующее, учение о спасении. Следующее учение о спасении. Спасен раз, спасен навсегда. Это тоже является ложью. Опять-таки, Бог... Есть ряд местописаний, которые вроде бы говорят за это, но есть целый ряд местописаний, которые говорят, что... Ну, не может такого быть. То есть, что значит? Спасен раз, спасен навсегда. Ты прочитал, молитву покаяния, да искренне покаянся, что потом... Пей курить, а Господь все равно спасет, да? То есть, что хочу сделать, ты уже никуда не денешься из царства Божьего. Хочу, покаялся уже, хочу грешить, грешу, а Бог меня все равно спас. Потому что наша теология так говорит. Ну, бред. Есть даже, кстати, сериалы такие интересные, я не смотрел, правда, но они пользуются популярностью. В миру что-то почти тяжкое, что-то подобное. Человек, ему говорят, у тебя там какая-то стадия рака последняя, ты умрешь, и он решает, знаете, прожить жизнь на всю катушку, и он там начинает пускать свой все тяжкие, и в итоге он становится там чуть ли не крутым, богатым мэном, и в итоге он там как-то сверхъестественно потом исцеляется, и вот он уже крутой. Вот он пустил свой все тяжкие люди, и вот популярностью пользуются вот эти фильмы. То есть, да, человек, который нет надежды, он начинает почему-то супергрешить, и потом он становится чуть ли не таким крутым мэном. И есть учения, которые говорят о том, что если ты спасен раз, спасен и всегда есть. Есть написание, где Бог говорит, да, предназначен и ко спасению, но Бог-то знает, а мы не знаем. Бог, он истанет пойми, его увидит, любого человека, он знает, который он знает, какой человек откликнется на спасение, какой человек нет, кликнется на спасение, но это Бог, а мы не знаем. И поэтому, с одной стороны, есть местописание, которые говорят, что, да, предвидение Бога, но есть масса писаний и масса, примеру, из Библии, которые говорят оба брата, даже если взять израиль, израиль, избран Богом. Израильцами сто процентов все избраны, сто процентов все призваны, но из ста процентов сколько человек откликается на радостную весть. Сейчас вообще масса евреев, атеистов, масса, но опять-таки, все Боги, все, если брать как нацию, то единственная нация в мире, которая остается до сих пор, которая избрана Богом. Избрана, из-за них Машеев умер, который пришел, говорит, еще я умер, конкретно пришел спасти весь Израиль. Но мы видим, что нету этого, опять-таки, как бы, больше слова говорит об этом, но масса из них идет в ад до сих пор, и масса из них не произойдет еще. Несколько местописаний оттуда, пожалуйста. Петра 1, там вся глава, в принципе, можно читать, достигая, наконец, веру вашу, спасение души, да, наконец, то есть, спасение души, оно происходит в конце, когда человек потрудился, и в та же самая Дни Грязники, там очень конкретно Бог говорит, что праведник, где есть согрешение, все его добрые дела, и что, они не припомнятся, если он согрешил. Вот. И Римлян нам тоже конкретно говорит, да, как они познав Бога, они прославили его, как Бога, они возблагодарили, осуетились, обращилось неизмысленное сердце, называя себя мудрыми, безумными, и слава, и для этого Бога изменили Бога, сподобный кленному человеку, и птицами, четвероногими, бесплыкающимися, Бог похотя в сердце, Бог похотя в сердце, к нечистоте, так что не сперлили сами свои тела. И тут, черным побелом, четко написано, эти люди что сделали? Они познали Бога. А что значит Бога нельзя? Бога можно познать только одним единственным образом. Это совершить молитву покаяния, совершить шуу. И ты познаешь Бога. Это вот человека на призыв Бога. И он познает Бога, но потом что-то в его жизни произошло, что-то пошло не так, и в итоге они оставляют, да, не прославили, не возблагодарили. И дальше они осуетились, их сердце омрачилось, и так далее. И в итоге Бог их, когда предал, они начали поклоняться идолам. Поклоняться идолам. То есть это произошло не сразу. Это произошло не сразу, это произошло постепенно. И мы видим, что это произошло в современном мире, когда современные ЛГБТ-сообщества, и же с ними, да, они конкретно отпали, но они говорят, мы верующие люди, и так далее, и тому подобное. Недавно был такой, в США, ну, как бы, я очень думаю, что масса даже, ну, политиков, они говорят, мы верующие, да. И недавно в Америке заключили под стражу, он был известный сутенер именно среди политиков, я не помню, его, короче, он, когда приезжали в Америку высокопоставные политики, или какие-то мега-мега-крутые, мега-звезды, или, как его, влиятельные люди какие-то, какие-то бизнесмены, у него был элитный ботин. Все знали, пользовались этим бортелем, пользовались главы государства, то есть вот такой человек был. Он был неприкасаем. Но Трамп, почему-то, короче, его забрали, его арестовали, и так далее, хотя там пользовались, ну, все, все все знали. Вот, то есть, я к чему говорю, что они называют, где-то есть люди, которые, да, мы верующие, и так далее, но на самом деле их сердце обращилось, может быть, они вначале были верующие, но, да, написано, что никак не начал. Помните, апостол Павел Павел, пишет Галатом, мы начали поток, а заканчивайте поплоти. Это что значит? Они были спасены, но их спасение в итоге превратилось в ничто. Он говорит, вы начали по духу, а заканчивайте поплоти. И, не начало, он смотрит, и вы должны смотреть не на начало нашего забега, а на конец дистанции. Мы можем взять 90-х, начало, нет, 90-х, начало, эти церкви сдулись, идите люди. Если бы все предназначены ко спасению, то у нас бы, наоборот, еще больше было. Но, наоборот, это говорит о том, что тесный вызов путь на небо. И многие люди, на самом деле, не начинают по духу, а заканчивают поплоти. Помню, была масса молодежи вообще, и куда они делись, и где они сейчас. Живут своей жизнью, и дай Бог, чтобы они, ну, знаете, в конце пути осознали, в чем они, да, и покаялись, действительно, возразились к Богу. Вот, и поэтому, на самом деле, вот это учение, когда спасен раз, и у меня есть, кстати, знакомый, и он как-то попался на это учение, и он периодически подбивает. Он не ходит уже в церковь, я до сих пор с ним общаюсь, он живет в другом городе, он попросит денег ему там перевезти на что-то, ну, я помогаю ему, мелочь, он мне назад возвращает, ну, поддерживал как-то отношения, недавно я его отправлял в клип-центр, он побыл там три недели, опять же ехал, и опять наша жизнь. Вот, я помню, как-то после очередного запой, говорю, слушай, меня все равно спасет, я знаю, что я все равно буду с Богом. я говорю, слава Богу, что у тебя есть такие мысли, чтобы быть с Богом, надо все-таки что-то делать для того, чтобы быть с Богом, потому что в любой момент ты можешь и проснуться в утром, и можешь так набиться, у нас у родственников поехали по беду, она молодая, инсульт, и все, человек умер, буквально. Вот, все, понимаете, мы не знаем, как в жизни это оборвется, тем более, с нашей экологией и едой, и так далее. И поэтому так заявлять, что я знаю, что я все равно спасен, я однажды вернусь к Богу, но, слава Богу, может и не произойти это в жизни, понимаете. Вот, и поэтому вот эти вот, это я такие, знаете, три самых распространенных привел, которые до сих пор есть, до сих пор эмуссируются, и так далее. И опять-таки, все эти лжеучения, они основываются на Божьем слове, они же не из головы их берут, но они берут конкретно какие-то стихи, вырывают их из контекста и делают на них целые обучения на одном стихе, на двух стихах и так далее. Люди, не просвещенные, они попадаются на ихнюю удочку. Вот, я не касался каких-то есть околохристианских течений, есть течения Нью-Эйдж, Мармоны, Саэктологи, Свидетели Иеговы, на прошлой неделе Свидетели Иеговы собрали на Минске на стадионе «Трактор» 8 тысяч, конференция была, 8 тысяч человек, да, и они ежегодно проходят, а я посмотрел статистику, а в Берлине, там, или в Мюнхене 64 тысячи, в Португалии там 46 тысячи, ежегодно собираются, целые стадионы, и вы знаете, они отвергают Вишуа как миссия, они говорят, что он рожденный человек, он подходит и так далее, и масса-масса задлуждений. Слушайте, 8 человек у нас по день, дайте лишь, чтобы вы верующие так собрались, да, в Гопеле или в Минске, ну и не видно, что... и поэтому, вы знаете, на самом деле это важно, это важно, об этом надо говорить. Открыть, пожалуйста, это описание, уже будет заканчиваться. Открыть. Это пример о служении, да, говорят, а что ж такое истинное служение? Ну, я взял, конечно, немного крайнее служение, но это служение верующих иногда, иногда оно таком бывает. Бог сказал Иезекиилу, да, ложись, валируй Бог, положи на него беззаконие дома Израилева, по числу дней, в которых будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие. Это на тот момент, когда Израиль, Иезекиил служил в Войгалуте, уже в диаспоре, уже на тот момент, первый раз пришли на руках Доноса, он выселил часть Иудеи, осталось там в Иерусалиме некоторые города, которые еще, еще храм не был тогда разрушен, и продолжалось беззаконие, вроде бы уже половина населения его выселило, вроде бы уже эти пророчества сбылись, и которые пророчества Иерия, и представляете, он говорит, ложись на Бог, на правую, и 40 дней нанеси беззаконие до моего тени день за год, день за год, а потом на другой бок ложись, да, ты будешь лежать по числу на левом боку 390 дней, и смотрите на нашу, если ты не сможешь повернуться, с одного бока на другой, такой и не склонишь осады твоей, и пищу тут приготовить, и так далее, и ешь, и приглазать, трешки, и пеки, приглазать их на человеческом кале, он говорит дальше, да, я не ел ничего нечистого, и Бог ему разрешает делать на коровье, там, в общем, порой цена, его служение в 290 дней лежит на одном боку, и 390 дней на втором, я так понимаю, это же не спало, лежит не надо, он ушел, вставал, и ложился на этот бок, и когда его видели, когда было пророчество, Бог сказал, может до них вот так дойдет, слова не доходят, пророчества не доходят, вот ты ложись, и может до них так дойдет, вот это служение, представляете, я вам не могу прискать, он повиновался Богу, 300 дней он лежал, 390 на одном, на втором, что-то кушал, и так далее, а нам говорят, ты рукавел, и будешь процветать, а тут вот такое служение, представляете, ни о каком процветании вообще не может идти этой речи, да, вот в таком служении, вот, поэтому на самом деле, важно, знаете, смотреть все-таки на слово Божие, да, не верить всем этим товарищам, которые пытаются вести и завлекать непонятный образ, открой следующее, пожалуйста, там еще несколько местописаний, ну, следующее, смотрите, говорит, Бог чаще всего, это не значит, что Бог не благословляет, опять-таки, да, но Бог чаще всего говорил о немного другом, он говорил о духовных благословениях, он говорил о любви, и я открыл им имя Твое, открой ты, любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, я в них, еще он говорил о том, чтобы мы нести любовь, да, чтобы мы играли любовь отца, кто соблюдает слово, кто в истины любовь Божья совершилась, и сегодня, что мы бьем, кто соблюдает слово, да, вера безденную вай, когда говорят, только веру в тебя, деньги прикруют, только верю в тебя все будет, но если ты не исполняешь слово Божье, ничего не делаешь, ты ничего не будешь, и яков об этом четко пишет, ты говоришь, что верующий, покажи мне твои дела, не так, как он говорит, я верю, но вера моя в душе моей. Следующий, откроем, местописание, я уже заканчиваю, и евреям, это местописание, знаете, очень интересное, апостол Павел, я поступал, тот, кто писал послание евреям, он говорит, что если мы, это значит, тоже к теме, что спасем раз, спасем им всегда, если мы получим познание истины, произвольно грешим, многие люди получили познание истины, но если ты начинаешь, тут говорить, я тут согрешу, а тут нет, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное, страшное ожидание суда и ярости дня готового пожрать противников, если отвершиться законом Божьего, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, в чем сегодня Сергей, да, то скользится к счастью, вы думаете, наказанием повезен будет тот, кто попирает сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освещен и духа благодати оскорбляет, мы знаем того, кто сказал меня отмещение, я вас дам, говорит Господь, еще, Господь будет судить народ, страшно впасть в руки Бога Живого, страшно впасть в руки Бога Живого, и есть даже, да, говорится, когда верующий на суд не приходит, есть место Писания, но там еще что-то в другом, говорится, написано, что все предстанут на суд им шейха, все предстанут, никто не избежит суда, но опять-таки мы будем оправданы кровью, но на суд придет, и каждый будет судить на основании дел его, и поэтому он говорит, что если получить воздание истины, начинает человек грешить, да, то не остаются более жертвы за грех, нет, нечем уже спасать такого человека, он же уже обмыт кровью и шором, уже нечем его омывать, если он начинает осознанно грешить, произвольно, произвольно, но осознанно, произвольно, да, тут я согрешу, тут это, знаете, иногда, ну, есть у многих церковных такие цели, цели задачи, чтобы у нас было как книги деяний, слышали? Как книги деяний, мы хотим, чтобы у нас было как книги деяний, пять тысяч человек показывался, чудеса, знамения, но они не берут, там есть моменты, вот мы на этой неделе читали книгу деяний, пятую, шестую главу, шестая глава, пятая, там про Ананюю и Сапфиру, представляете, какой-то был уровень святости, что пришли, положили деньги, якобы от продажи дома, но они утаили, да, и тут же умерли, то есть настолько высокая святость была, я думаю, что когда верующие говорят, мы хотим вот такую, чтобы у нас вот так вот было, то мы должны ожидать, что, когда человек говорит, я почитал Богу десятина, принес на пятую часть, то он может показаться, что он и не выйдет в живую, представляете, вот, поэтому когда говорят, мы хотим вот этого, то должны ожидать, что Бог будет, и уровень святости должен быть соответственно другой, вот, и на самом деле, ну это, с Богом лучше не играться, да, мы можем играться с кем-то другим, но с Богом лучше не шутить, и вот мы видим, в годный отпуск, мы видим, что превращается в Европу, да, они начали играться с Богом, тут произвольные греши, читаем, тут так, мы становимся толерантными, и люди становятся толерантными к греху, мы можем поехать в отпуск и закрыть цель на три месяца, или на четыре, потому что пусть люди отдохнут, мы заботимся о людях, и так далее, и тому подобное, в итоге это все приводит к духовной, деградации. И последний план есть описание, смотрите, то же самое, это я говорил про успевание, Бог, 11 глава заканчивается таким вот интересным высказыванием, все вот эти люди, о которых там описано, умерли в вере, они верили Богу, но обетование не получили, то есть в их жизни обетование не исполнились, и что-то надо делать, что-то за Бог такой, что вы не исполнились, но они умерли в вере, да, они остались верными Богу, и они, да, радовались, и говорили себе, что они страдники, пришельцы, и так далее, то есть, но они продолжали сговорить с вере, и говорили, ну что, что я ничего-то не получил, на счастье я с Богом живу, это главная радость. Интересно, да, вот этот профессор сказал, да, что 78% людей, не ищут богатство, не хотят все-таки цель жизни найти, да, что, для чего мы живем, те, которых весь мир не было достоин, скитались по пустыням, по горам, по пещерам, по ущельям земли, и они не получили обещанного, да, но они остались верен, но Бог предусмотрел о них, о нас, нечто лучшее, то есть, они даже, одежда какая-то не была, не совсем хорошая, да, у кого-то скитались по пещерам, по ущельям земли, то есть, может, и в лохотях, но опять же, не все, но есть люди, которые, они Богу вернули, вот у них, так вот Бог распределил их в их жизни, и они остались верены, но они даже обетование не все получили, представляете, но Бог говорит, что внешне что-то есть лучшее, намного лучшее, чем наша жизнь при успевании и так далее, есть то, что приготовил Господь и говорит о том, что мы даже не знаем, что это, мы не можем себе представить, и последнее местописание о нашем разговоре с духовной усталостью, на самом деле, когда человек трудится в служении, в любом служении, он устает, ему необходимо обновление, ему необходимо перезагрузка, и местописание, открой, пожалуйста, последнее местописание, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разве его не изнемогает, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и слабоевые, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, под ним открыло, как они потекут и не устанут, они не утомятся. И я же буду молиться за обновление, за обновление, за то, чтобы Бог обновлял, и смотрите, написано, что все папы, даже молодые люди, у которых много, что говорится, пожилые, которые, например, давно в Боге, но вы говорите, что когда мы надеемся на Господа, Он обновляет нас в силе, то есть все терпят какую-то усталость, все устают, нету человека, которого не устает, это лучший обман, все нуждаются и в отпуске, на самом деле, все нуждаются в обновлении сил, но написано, когда мы взывали Господа, есть, знаете, один такой, как это сделать, да, да, провести надо какой-то и в отпуск, может, какое-то и уединение, или какое-то, знаете, время для отдыха требуется, то сто процентов, и, ну, написано, что мы должны просить у Бога обновляться в силе, и написано, что те, кто надеются на Господа, не обновляться в силе, поднимутся,